Прекрасно. Прекрасно. Как огонь всегда сопровождается дымом, так и любое усилие влечет за собой какие-то недостатки. И потому человеку не следует отказываться от деятельности, порожденной его природой, о сын Кунти, даже если эта деятельность полна изъянов. Комментарий его божественной милости Шришне Мадачи Бхактивиданте с вами Прадхупада. Прекрасно. 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 то дым иной раз раздражает глаза и другие части тела. И все-таки, несмотря на причиняемое им беспокойство, без огня обойтись нельзя. Точно так же не следует отказываться от своего естественного занятия из-за каких-либо неприятных моментов. Напротив, нужно быть полным решимости служить Всевышнему Господу, исполняя свой профессиональный долг в сознании Кришны. В этом признак совершенства. Если какая-либо профессиональная деятельность ведется ради удовлетворения Всевышнего Господа, все изъяны, свойственные этой деятельности, устраняются. Когда результаты труда очищаются в процессе преданного служения, человек достигает совершенства в видении своего истинного «я» внутри себя. А это и есть самореализация. Как огонь всегда сопровождается дымом, так и любое усилие влечет за собой какие-то недостатки. И потому человеку не следует отказываться от деятельности, порожденной его природой, о сын Кунти, даже если эта деятельность полна изъянов. Итак, Кришна продолжает объяснять Арджуне, что есть верх совершенства. И в чем же выражается это совершенство? Это в отречении. И это отречение, несомненно, является результат знания, или результат истины, привлечения истины. И Кришна говорит в Бхагавадите, нет истины выше, чем «я». Таким образом, чем сильнее человек привязывается к Кришне, тем больше он отречен от всего того, что не связывает его с Кришной. Несомненно, в этом мире существует очень много всевозможных деятельностей, всевозможных желаний. Но одни желания нас связывают с Кришной, другие нет. Другие желания нас отталкивают от Кришны. И вчера мы с вами обсуждали, все, кто были на лекции вечером, читали стих предыдущий. Кришна, несомненно, говорит, что результатом знания является отречение. Поэтому мы видим очень много знающих людей. Что значит знающих? Очень проинформированных. Они цитируют, говорят, но, несомненно, они не находятся в отречении. В чем же это отречение? Здесь Кришна в данном стихе говорит, что если человек видит, что его деятельность полна изъянов, но он занят в ней в служении Кришне, то он не должен ни в коем случае отказываться. Значит он что? По-настоящему отречен. Отречен от той деятельности, по причине которой у других людей вдохновение исчезает. Кришна говорит Арджуне, что счастье и несчастье и их исчезновение в должный срок подобны смене зимы и лета. Поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы эти изменения или эти перемены его не беспокоили. В счастье и не в счастье, в чести и в бесчестии, в славе и в бесславе. Человек должен продолжать исполнять свои обязанности, которые возлагает на него духовный учитель. Итак, если этот человек искренне стремится удовлетворить своего духовного учителя или Кришну, удовлетворить, и он занят какой-то деятельностью, и если эта деятельность приносит какие-то изъяны, то все это будет сожжено чем? Знанием. Поскольку он знает, что он должен, несмотря на все эти изъяны, продолжать, потому что именно эта деятельность удовлетворяет кого? Гуру и Кришну. Не удовлетворив Гуру и Кришну, живое существо не может освободиться. Оно не сможет освободиться. Итак, Кришна настраивает Арджуну правильно. То есть мы видим, что это 18 глава, это заключение. Что же есть знание? Знание есть в совершенном отречении. Все остальное не является совершенным отречением. Когда мы пытаемся избежать своих обязанностей. Когда жена, допустим, покидает мужа, потому что муж пьет. Или жена отказывается исполнять свои обязанности, потому что, видишь ли, она продвинулась. Иногда существует очень много неприятных обязанностей в жизни людей. Или в жизни отца есть неприятные моменты, когда он должен наказывать детей. И никто не скажет, что отец только произвел детей, чтобы их наказывать. Нет, это вынужденное положение. И оно очень неприятно, потому что, когда вы наказываете ребенка, вы наказываете почти себя самого. Каждое слово, которое вы говорите, какое-то жесткое ребенку, оно отражается в вашем собственном сердце. Когда вы, тем более, его наказываете, вы наказываете себя, прямо по сердцу себя бьете. Прямо бьете себя в самое больное место. И никому это не нравится. Никому не нравятся скандалы в семье. Каждый хочет без скандалов. Но иногда деятельность такова, что без этих скандалов, что просто-напросто уже не обойтись. И иногда человек отказывается от исполнения своих обязанностей, думая, что его деятельность в изъянах. И кто-то надеется, что если мы укажем на эти изъяны, то человек, несомненно, что прекратит это делать. Он прекратит это делать. Поэтому было очень много личностей, они описываются в Махабхарате, которые пытались навевать Арджуне разного вида настроения, чтобы он что, отказался, отказался сражаться. Они хотели, они проповедовали ему, и среди них были куда продвинутые личности. Очень большие продвинутые личности. Каждый раз мы попадаем в разную ситуацию, где говорят о наших изъянах. Но самый большой изъян — это делать совершенно, но не для удовлетворения Гуру и Кришны. Вот это самый большой изъян. И иногда мы видим, как кто-то занят какой-то деятельностью, но, несомненно, духовный учитель может сдать что-то от другого совершенно, от ученика. И ученик может очень совершенно делать то, чего от него не ждут. Другой человек может делать много несовершенных вещей, но делать именно то, что ждет от него духовный учитель. И такая деятельность, несомненно, становится какой-то совершенной. Даже если она полна изъянов. Потому что он отрекается от чего? От привязанности, да. К тому, что это обязательно должно быть идеально. Мы привязаны к многим вещам. Кто-то может нас критиковать за неправильно прочитанную лекцию и говорить, вот, она была полна изъянов. Но это не дает нам права не исполнять своего долга. Кто-то, может быть, слышит критику, как санкиртанщик выходит распространять книги, и все говорят, вот, они достали уже, неправильно достают людей, они там неправильно эти книги дают. Но человек искренне стремится. Ему не приносит это, может быть, даже наслаждение, каждый день выходить на санкиртану. Он знает, что это очень сильно хотел Прабхупада. Он знает, что это очень сильно радует духовного учителя, когда он каждый день выходит распространять книги. И если он это делает, значит, он отрекся от чего? От своего. От своего впечатления, от своего наслаждения. От своего наслаждения, что я должен только читать те лекции, которые всех радуют и которые все прославляют. Нет, могут быть лекции, которыми многие будут недовольны. Или оно разойдется с видением каких-то личностей точно так же. Мы помним эту историю совсем недавно. Прабхавишна Махараш, последний свой приезд. Я просил его, чтобы он подчеркнул этот момент. Как нужно следовать и как надо радовать гуру. И как Кришна видит это. Даже если деятельность полна изъянов. И он рассказал эту историю из читания Чаритамиты. Про Брахмана, которому гуру перед уходом дал указание. Ты каждый день должен изучать Бхагавадгиту. Дай мне обещание. И он сказал, я обещаю вам, дорогой гуру. И гуру покинул эту планету. Но гуру даже не знал, что его ученик не умеет читать. Вообще. И этот ученик был так предан духовному учителю. Он приобрел Бхагавадгиту. И вспомнил. Что в Бхагавадгите была картинка, о которой гуру как-то ему говорил. Посмотри сюда. И там была картинка. Здесь она есть или нет? Здесь нет. Ого! Кришна с Арджуной. И он говорит. Вот это Арджуна. Он великий преданный Кришне. А Кришна это верховная личность Бога. И Кришна так милостив к своему Бхагте преданному, что он стал колесничим на Куркшетре. Этот ученик не умел читать. И он садился перед храмом. Это было в Джиганадхапури. Он садился перед храмом. Это история описана в Читане Читане. И он кверх ногами держал Бхагавадгиту. Но картинка была оторвана. И картинка лежала кверх ногами. Поэтому он разворачивал Бхагавадгиту кверх ногами. А картинка ложилась правильно. Потому что он не знал, как буквы там в санскрите. Где верх, где низ. Не знал. Вот как чадр иногда одевают. Многие не знают, что надо правильно одевать. Но они не знают. Поэтому, может быть, его переворачивают как-то. И кто-то может сказать. О, это такое. Апаратки прямо такие. Ты прямо уже сахаджи стал. Но человек искренне пытается совершить Абхишеку. Он хочет сделать просто служение. И, может быть, это по его незнанию он совершает какую-то неправильную деятельность. Но то желание, с которым он это делает, несомненно, сжигает результаты всех его ошибок. И так, этот человек, Брамана, он сел и кверх ногами стал смотреть на картинку. И на обложке было написано «Бхагаладгита кверх ногами». И кто не подходил, видел, что все кверх ногами. Все кверх ногами. И этот Брамана со временем, каждый день он приходил, разворачивал, кверх ногами Бхагаладгита и смотрел. Он не умел цитировать ничего. И как-то он стал плакать. И все Браманы, которые были многоученые, бандиты, они стали его критиковать, что он превратился, как вы думаете, в кого? Сентименталисты. Вот именно. Что это материалистическое представление. Что он просто сентиментален. И они стали его критиковать. Они стали его критиковать. И как-то раз мимо проходил Господь Чайтанья, и он слышал, что все смеются. И он решил посмотреть, над кем там хохочут. Над кем смеются. И он увидел этого Брамана. Он подошел к нему и сказал. Дорогой Браман, почему ты держишь кверх ногами Бхагаладгиту и смотришь сюда, в Бхагаладгиту, и так горько плачешь. И этот Браман сказал, нет, дорогой господин, я не от горя плачу, я плачу от восторга. Мой духовный учитель дал мне указание, чтобы я каждый день изучал Бхагаладгиту. Но я забыл ему сказать, что я не умею читать. У меня было такое прошлое, но он, желая спасти меня, дал мне посвящение. Я не знаю, почему это произошло. Раз он так делал, значит, он знал, что он делает. Я всегда так верил своему гуру. И он сказал, несомненно, повторяй, вернее, изучай Бхагаладгиту, и это, несомненно, принесет тебе благо. И каждый раз я открываю Бхагаладгиту, и я не могу прочесть ни одного слова. Но глядя на эту картинку, и вспоминая слова своего гуру, что вот это Арджуна, великий преданный Кришны, а Кришна – верховная личность Бога. И Кришна, будучи Богом, становится колесничим, в колеснице своего преданного, то есть низшее положение занимает. Каждый раз, думая об этом со временем, я стал думать, о, Боже мой, как Господь милостив к своим преданным, что Он является Богом и становится в подчиненное положение своему предному. И думая только об этом, слезы ручьями текут из моих глаз. И Он сказал, прости меня. Господь Чайтаня поднял его и очень сильно обнял. И сказал, ты, несомненно, вместе со мной, я тебе обещаю, ты вместе со мной возвратишься назад. К Богу. И так наша деятельность, может быть, выглядит иногда с позиции какого-то восприятия не так совершенного. Но если мы этим пытаемся удовлетворить и делаем то, что нам говорит гуру, даже если эта деятельность полна изъянов, посмотрите, сколько было изъянов. Он, во-первых, не умел читать. Не знал никакой философии особо. Смотрел на картинку и рыдал. Каждый день. Каждый день Он открывал, и со временем Он стал рыдать. Ну посмотрите, сколько было веры в слова гуру, что именно это Его приведет к благу. И может быть, эта деятельность казалась кому-то очень смешной, которые были продвинуты, умели читать на санскрите, знали все, даже знали проявление ашта-сатвика-бхавы. Но Господь Чайтаня пролил милость на это. А им сказал, а вы все возгордившиеся, возгордившиеся. И они были тоже сбиты с толку. Они не могли понять, почему милость Кришны проливается именно на эту личность. Мы очень часто слышали истории и есть описание. Книжка есть такая, Шад Госвами, Шесть Госвами Вриндауны. Также есть очень много работ, Вайшнау, которые описывают жизнь великих преданных. И можем видеть, как их жизнь была переполнена всевозможными историями, всевозможной критикой, всевозможными оскорблениями, даже вплоть до попыток. Там кто? Разговаривает. Так громко кричит. Мы видим, как Шрила Наратама даст адхакур. Когда он проповедовал, все браманы считали его шудрой и говорили о том, что его даже лексикон не квалифицированный. Он простолюдин. И когда из его уст идут речи о Кришне, то это оскорбление. Это оскорбление Илью. Так они говорили о Наратама даст адхакуре. Наратама даст адхакуре является олицетворением любви Господа Чайтани Кратхи и Кришне. И они говорили это о нем. Мы видим, как много преданных терпели всевозможные критику. Но то, что именно им удалось широко распространить Святое Имя оставалось несомненным фактом. Несомненным фактом десятки тысяч людей благодаря их проповеди получили Святое Имя. А благодаря этим критикам мы только узнали, что были какие-то люди, которые их критиковали. Вот что мы знаем только об этом. И Наратама даст адхакура, так же, как и другие вайшнавы, они постоянно подвергались критике. И самое удивительное, что каково было их отношение к этой критике. Они ни на секунду не остановили свою проповедь. ни на секунду. Мы видим, как Шрила Бхакстана Сарасвати, есть история Шрила Бхакстана Сарасвати, когда был один человек, который все время его критиковал. Эту историю рассказывал, пропады рассказывал. И этот человек даже специально ездил и путешествовал вместе с Бхакстаном Сарасвати, чтобы находить недостатки в его лекциях. И он находил недостатки в его лекциях. То где-то он писание не такое, не там указал неправильное писание, то стих перепутал какие-то пару слов, то еще какую-то историю там рассказал не такую. И этот человек знал писание. И он четко указывал, и очень часто указывал. И это на самом деле было так, с позиции того знания, которым обладал тот человек. И преданные его ненавидели. И они ненавидели этого человека. И они все время ему желали новых трудовых успехов ему желали. И вот как-то раз Шлива Бхакстан Сарасвати уже жил на Ратхакунде, ученики ночью с большим кирпием ворвались к нему и стали кричать «Джая, джая, ура!» «Свершилось!» И Бхакстан Сарасвати он соскочил и сказал «Что, что случилось?» Он подумал, что какое-то яркое событие произошло. Они начали кричать «Умер, умер!» Он сказал «Кто умер? Что вы так радуетесь? Кто умер? Кто это такое? Кто помер?» И они сказали «Умер тот человек, который вас все время критиковал». Наконец-то. И Шлива Бхакстан Сарасвати сел и спел в глупцы и заплакал. Шлива Бхакстан Сарасвати и заплакал. И они сказали «Гуру Махараш, почему вы плачете? Такой радостный день! Теперь вас никто критиковать не будет!» Шлива Бхакстан Сарасвати поднял свои глаза и все были залиты. Это же Кришна устраивал, чтобы я совершенно оттачивал свою проповедь и свое отречение. Эх, вы глупцы! Вы всегда слушаете меня, раскрыв рот, а он четко знал, где я неправильно и оттачивал мою проповедь. Это была особая милость Кришны. Как же я теперь буду без него? Таково смирение Вайшнава. И Шлива Бхакстан Сарасвати ни на секунду не прекращал работать над своей проповедью и проповедовать. Ни на секунду. Поэтому его прозвали Симхагуру, Гуру-Лев, который набрасывается на всякого рода другую живность. Решительно, без промедления. Итак, Шрил Парупада описывает в комментарии, что в разных варнах существуют разные обязанности. И если человек научится эту деятельность исполнять как преданное служение, ту же самую деятельность, которую он делал для себя, теперь он начнет это делать для Кришны, то есть исполнять свой долг. Как мы видим, как Арджуна был воином, был профессиональным воином. И Кришна не попросил его сидеть под деревом или идти торговать. Кришна об этом не говорит. Я бы хотел, чтобы ты торговал. Кришна не сказал, я бы хотел, чтобы там нанялся кому-то на работу. Сказал, ты профессионал, и я хочу твои профессиональные способности занять в служении. Сражайся. Ты профессионал, и сделай это для моего удовлетворения. Всегда ты сражался за свои идеи, за свои представления. А теперь сразись просто для моего удовлетворения. Я буду доволен. Я буду доволен. В чем разница между санкцией и указаниями? Кто может мне сказать? Санкция – это разрешение, а указание – это приказ. Таким образом, ученик сначала поднимается до санкций. Хотя бы он санкционирующий действует. То есть перед тем, как что-то нагадить или что-то сделать, он по крайней мере об этом объявляет. Или говорит, можно? И когда его уже с толку, его никогда не видит, вуру всегда видит, что бесполезно ему что-то говорить. И он санкционирует какое-то время. Как он может увидеть, когда ученик говорит, что бы вы хотели, что бы я делал? Говорится, материальное сознание – я бы хотел. Духовное сознание – что бы вы хотели? Я делал? Или, как вот я сегодня утром рассказывал, Придху Махарадж дает свои молитвы, как бы молится Кришне, Велишне. Он говорит, «Дорогой Господь, дай мне то, что по Твоему мнению принесет мне благо. Дай мне то, что по Твоему мнению будет для меня благо». Таким образом, это называется на самом деле совершенное отношение между учеником и духовным учителем. Это и есть отношение истинного ученика истинного духовного учителя. Что бы вы хотели, чтоб я делал? И он начинает это делать как? В чем совершенство-то? Она гата праясина прабхупадасье туштае санкиртана правритаркам и гаты гуравенамага. Прилагает все свои силы для исполнения именно этой деятельности. Даже если она, но он все силы отдает, но она все равно сопровождается чем? Изъянами, недостатками. Но если все силы отдаются туда и он отдает все больше и больше сил, то несомненно в этом и проявляется знание. И как результат этого знания говорится, как огонь сжигает дрова, точно так же это знание Датла сжигает последствия греховных поступков. Итак, Кришна также Арджуни советует «сарват харман парития джама мэкам ширанам в раджаму». Оставь все и просто предайся мне, и я избавлю тебя от последствий твоих греховных поступков. Что само предание такое, оно уже лишает человека всех греховных реакций. Иногда мы слышим эту фразу, как Шрила Рупага с вами дает наставление последователям Господа Чайтами. «Принимайте все, что благоприятно для духовной жизни и отвергайте все, что для нее неблагоприятно». И мы же естественно принимаем все, что по нашему мнению благоприятно и отвергаем то, что по нашему мнению неблагоприятно. И мы видим, что так же себя ведет Арджуна на Курукшетре. Он отвергает это сражение. Хотя Кришна ему говорит «сражайся». И так живое существо может не понимать, в чем же проявляется это отречение. Отвергнуть – это значит отречься. Мы можем, когда нас прославляют очень вдохновленными быть и что-то делать хорошо, но когда нас критикуют, мы тут же что? Энтузиазма лишаемся. Значит, мы находимся под влиянием материала. Это и называется Пракрита-бакты. Пракрита-бакты они не исполняют своего долга. Пракрита-бакты И так живое существо может быть сбито с толку разными проявлениями материальной природы. Кришна испытывает живое существо. Испытывает. Поэтому, говорится, конечно, его легко поколебать. Легко переубедить в авторитетах, в духовном учителе, в миссии, в чем угодно. Матхям, он даже, может быть, не может аргументировать, но вера его непоколебима. Он в устойчивом положении. Ништха. И есть Каништха. Временная устойчивость. И есть постоянная устойчивость. Илтам, естественно, и знает и выводы в Писании, и может оперировать в Писании очень хорошо. И вера его непоколебима. Непоколебима. И так мы можем быть всегда сбиты с толку чем-то. Вот как я сегодня рассказывал эту историю про верблюда. Вспоминал. Как верблюда съели. Точно так же мы можем несомненно находиться в руках и быть чьим-то оружием. Поэтому Шрива Праупада рекомендовал нам везде применять разум. Везде применять разум. И никогда ничего слепо не принимать. Даже если там звучит слово Бхактивинода Тхакур, Пурана, Прабхупада так говорил, Кришна в одном произведении так говорил, или в одной лекции так сказал Гуру. Поэтому говорится, что иногда люди, чтобы придать весомость своему мнению, они впереди говорят, что так сказал, в Пуранах кто-то. И поэтому это придает весомость несомненно их словам, по их мнению. Но говорится, квалифицированная личность знает точно, по самому духу противоречит ли это философии сознания Кришны или нет. И мы видим, как даже один этот стих может расставить все на места. Один стих может поставить все на место. если человек делает это по указаниям и делает для удовлетворения, то даже если его деятельность полна изъянов, несомненно, он что? На правильном пути. Несомненно, он на правильном пути. И само то, что он пытается это делать, именно это, и делать для удовлетворения духовного учителя Кришна, все эти изъяны, как результат такой есть, и Павлупада здесь говорит, что что происходит в результате, и если в результате это приводит к удовлетворению духовного учителя и Всевышнего Господа, то все изъяны будут сожжены, которые были совершены на этом пути. Как огонь всегда сопровождается дымом, так и любое усилие влечет за собой какие-то недостатки. И потому человеку не следует отказываться от деятельности порожденной его природой после Инкунти, даже если эта деятельность полна изъянов. Это 18-я глава. Выводы всех писал. Поэтому всем вам рекомендую подняться сначала до санкций, но потом конечно постарайтесь действовать так, как Шилп Рупада в одной из своих в одной из своей лекции я слушаю лекции Шилп Рупада по указаниям своего гуру. Только лекции Шилп Рупада. И Шилп Рупада в одной из лекций как раз говорит о том, как он страдал от того, что он не может исполнить наставление своего гуру. Гуру сказал ему постараться распространять эту философию на английском языке, а Шилп Рупада еще имел семью, пятерых детей. И он так вот думал, эх, я такой падший, гуру сказал мне, я не делаю. И он все время изучал английский язык и переводил, 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 переводил и изучал английский язык. Он готовился к этой миссии. Он готовился и он говорит, что я все время думал, что я как бы бесполезен. в какой-то момент, когда я уже почувствовал, что жизнь коротка, реально, и обладал каким-то знанием, я решился на это, что я должен был исполнить указание гуру. Указание. Не санкцию, а указание. Я по санкции все делал, но указание гуру, я так и не вспомнил. У него было указание. И есть указание миссионерское. Знаете, что такое? Есть указание, допустим, повторять 16 кругов, но есть еще указание какое. И наша миссия, как вы думаете, что распространяется? Наша сампродая проповедническая. Поэтому Прупада пишет эту работу. Проповедь нашей миссии. И Шива Прупада пишет в своем эссе такую удивительную вещь, что тот, кому удается распространять славу Святого Имени, несомненно, уполномочен Кришной лично. Без такого уполномочения никто не способен распространять Святого Имени. Читал? Читал. Кто где-нибудь ответил? Поэтому мы, на самом деле, вот когда человек получает Харинама Дикшу, это означает, что мы не только посвящены в повторении Святого Имени, но также, что посвящены. Как вы думаете, во что? А? в распространении Святого Имени. И мы лично уполномочены Кришной. Лично уполномочены Кришной. Поэтому, говорится, Махапрабу дал это указание всем. Каждый должен стать Гуру. Каждый. Поэтому, поэтому, говорится, что, если мы успешны в распространении Святого Имени, значит, несомненно, мы радуем своего Духовного учатся. Несомненно, все люди начинают повторять Харе Кришну. И в шестой песне Шриман Бхагаватам, вся шестая песня Шриман Бхагаватам посвящена славе Святого Имени. Это история о Джамиле. И там говорится, что даже если человек в шутку, с оскорблением, невольно, как угодно произнесет Святое Имя Господа, он освобождается от бесчисленных греховных поступков, которые он совершал за все время пребывания. Таким образом, если человек начинает произносить Харе Кришну невольно, с оскорблением, в шутку, в песне, он, несомненно, очищается от последствий стольки, бесконечной цепи греховных поступков, так есть ли у нас иной благожелательство, кроме того, кто дает нам возможность повторять Харе Кришну или бить Харе Кришну. Да? Поэтому Шрила Рупу Госвами дает нам наставление такое. Сознание Кришны, то есть Святое Имя Кришна как раз, сознание Кришны должно быть распространено. Не так, как иначе. И Шрила Павлова дает комментарий, что опытные предные могут менять форму проповеди и распространения для того, чтобы дать возможность людям произносить или повторять Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Хри Рама, Хри Рама, Харе Рама, Харе Рама, и Шестая Печь Шримад Бхагава там говорит, что человек даже не представляет о могуществе Святого Имя. Он даже не может и говорится, что Святое Имя по своему очистительному могуществу и по своему влиянию не сравнится больше ни с чем. Ни в духовном мире, ни в материальном мире. Более могущественных вещей не существует. Поэтому Кришна в Бхагавадгите говорит, из всех видов жертвоприношений я лично Джапа. Джапа. Воспевание Святого Имя. Таким образом, даже 5000 лет назад Кришна уже утвердил это как самое высшее жертвоприношение. Воспевание Святых Имя. 5000 лет назад. Что же говорить, когда в этот раз это вообще Юга Дхармы стало. Джа и Па. Вторая часть Джапа слово Па это Папа. Грех. Папе Пьё. Джа это значит как бы совершение деятельности, которое избавляет от греха. Говорится вот это воспевание Святого Имя. Поэтому так называется Джапа. Что если вы повторяете Святые Имя в шутку, в скользь, в песню, как угодно, то человек бесчисленный, то есть нет такой цифры, от скольких грехов он избавляется. И там говорится даже от греха убийства Брамана там чего-то еще не хочет. Но если он грешит в расчете на избавление, тогда уже проблема. Тогда проблема. Тогда он совершает оскорбление Святого Имя. Пожалуйста, есть вопросы у вас. Поэтому я бы хотел, чтобы вы осознали важность повторения Харикришна Махаманта и важность, чтобы даже кто-то, может быть, шутку из ваших действий, если вы веру такую имеете в эти писания, что так было всегда. Поэтому не важно, если человек мясо отречен, он там исполнен вожделением, если у него просто есть возможность повторять или даже слышать Святого Имя, несомненно, вы приносите великое благо этому человеку. Единственное, что есть оскорбление, это распространять славу Святого Имя неверующим. Поэтому говорить о могуществе, что это так, это об этом не стоит. Развать не совсем. Потому что неверующие они. Но даже если человек без веры произносит, он освобождается от бесчисленной цепи греховных реакций. Поэтому шестая печь Риман Бхагава там посвящена несомненно славе Святого Имя. А если, говорится там, ему удастся произнести имя Хари или какой-то вообще в момент смерти от болезни, от опасности, когда его убивают или что-то, ему доведется перед смертью произнести имя Господа, то он никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах не попадет в ад. Это раз. Говорится, что если он в момент смерти это произносит, то как минимум он возносится на сварге. Даже если никогда вообще не был занят ничем, и видим преданное служение, не совершал только грехи. И там вот как раз история с Джамилой, а Джамилой как раз в момент смерти стал орать на район, вызвать своего сына на район. Я думаю, не прочитать. Поэтому, может быть, у нас куча недостатков. Мы продолжаем повторять. Рикошна, Ари Кришна, Кришна, Ари Кришна, Ари Рама, Ари Рама, Рама, Ари Рама, Ари Рама. Люди иногда сконцентрированы не на повторении светового имени, а на чем-то второстепенном. Но если мы просто имеем возможность повторять, встречаться вместе, петь кивьем, слушать лекции, этого достаточно. Но иногда люди как бы чего-то большего всегда хотят. Чего-то еще, еще. Это все уже не имеет его ценности. Тоже не сконцентрироваться на внимательное повторение Хри Кришна Мангра. И эти книги и писания вдохновляют нас на повторение и распространение святого имени. Дают нам пояснение, как это важно предаться Кришне. То есть найти прибежище. Кришна в эту эпоху приходит как намарупа и приходит в форме святого имени. Это не отлично от самого Кришны. Поэтому искать прибежище в святом имени это означает найти прибежище у Кришны несомненно. И Шрива Харидасто Акур говорит о десяти оскорблений, которых мы должны испугать. поносить предных, которые заняты распространением славы святого имени. И считать имя и так далее. Пожалуйста, есть вопросы какие-то? Почему специальное распространение останавливается в святом имени? Потому что все сгорает до тла. Вот в момент смерти мы видим, что ничего постоянного здесь нет. Все здесь имеет природу осад. Чувства, отношения, вся эта любовь, дружба, все это имеет какой природы? Деревья, реки, горы, все это имеет какую природу временную. И почему материальный мир связан с пожаром? Это пожар вожделение, он сжигает все. Желание наслаждаться отдельно от Кришны. Все сжигает. Как говорят? Огонь вожделение, огонь пищеварение. Кришна говорит, я огонь половой потенции, не противоречащий религиозным кредитам. Я огонь пищеварение. И так далее. Этот мир сравнивается с пожаром, что здесь все гибнут в пожаре с его эгоизмом, охваченный огнем, вожделением. Есть такой праздник Хамапада, там Будда говорит, почему вы видите, что весь мир горит и не ищете спасения. Сгораем. Огонь. Поэтому мы когда понимаем, что здесь все время, все это не имеет большую ценность. Прупады говорят, когда человек умирает, он даже свое тело видит, что не может львать. Что-то за ним ухаживал, его качал, кормил, левел, оказывается, надо его оставить. Пришел срок, и надо его оставить. Что-то изучал, все надо это оставить. Детей, всех своих близких, все эти отношения, все надо оставить. И когда человек лежит в гробу и находится рядом в тонком телесе, он думает, Боже мой, почему я все это должен оставить? Как все несправедливо? это зависит от степени подготовки. Несомненно. Несомненно. Как он совершал деятельность в этой жизни? если ему удалось крикнуть Хари Кришна или Хари, или Кришна, или Рама в момент смерти, несомненно. Как минимум, сварга локи. Как минимум. На самые высшие планетарные системы популярен. Ну, если он ничего, то... то... Ладно. Если он ничего, То... 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 . Субтитры сделал DimaTorzok Пропада говорил, что никто из нас в ад не отправится и никто из нас не будет животным Если человек повторял святое имя, ел просад, он не будет животным и никогда не отправится в ад Это сто процентов Но вознесется он куда или какое рождение, это зависит на сколько он будет служить Попадет ли он в духовный мир или нет в этой жизни Это зависит уже от того, как он будет служить Также есть объяснение, что человек может неправильно совершать преданное служение И то, что было препятствием его преданное служение, несомненно, будет отнято Ради его же блага Вот, допустим, царь Бара, то он неправильно использовал святое имя Есть очень много историй, когда неправильное использование своего положения в преданном служении Кто-то красота кому-то помешала, он терял красоту У кого-то большое здоровье было препятствие Наслаждаться Когда человек очень сильно здоров, он стремится наслаждаться Поэтому больные никогда не ропчайте Может быть, как раз потому, что вы больные, вы и предали Поэтому особо торопиться лечиться может быть тоже Не надо торопиться Не торопитесь Потому что человек иногда получает то, что делает его смиренным И заинтересованным в какой-то деятельности Заберите у него это, и он что? По-другому начнет действовать Знаете, задумайтесь так вот глубоко Если сейчас осуществить все ваши желания, которые вы хотите Вполне вероятно, что вы прекратите предаваться Вот я бы сейчас представил, что я бы хотел быть вот таким и таким Но если бы я был таким, какой хори, Кришна? Шутите Какой хори, Кришна? Век кали все шудры Проблемы у нас Проблемы заставляют искать Освобождение Люди страдают И страдания побуждают искать выход Поэтому Кришна говорит Чатур, Витха, Бхаджан, Кимам, Джана, Сукритина, Ржана Четыре вида благочестивых людей Преднослужат мне Те, кто в беде Жаждущие материального богатства Это Сукритина, это те в беде Потом там Джигиасур, Любопытный И Артхартхи Это те, кто жаждет материального богатства И гьяни Гьяни Это ищущие истины Но все они страдают Один страдает из-за страданий Таких грубых Шудра Другое Богатым хочет быть За это страдает Любопытный Кшатрия Игьяни Брамана Таким образом Мы сами можем четко видеть Когда мы предаемся лучше Такова наша варма И не надо быть в иллюзии Что мы прям без истины Прямо как без воздуха Факт, что мы без истины Страдали Поэтому говорится, что в эту эпоху Кали-юга Предназначена То есть вы знаете, да Что в Кали-югу Тройственные страдания Сильнее, чем во все остальные эпохи А значит, кто живет в Кали-югу И для кого это нести Господа Чайтани Несомненно, для гьяни Которые до Кали-юги все ждали истины Кришна говорит Сума-гатма-судурла Редко встречается такая великая душа Которая из-за поисков истины Дожила до Кали-юги В основном это те, которые Когда все хорошо Они не могут предавать Поэтому молитвы царицы Кунти Они как бы век-кали Как девиз Дай нам проблемы Потому что когда проблемы Мы предаемся Когда мы предаемся Появляешься ты А когда ты появляешься Все здорово Так что давай проблемы Каждый может видеть Когда проблемы Он такой искренний Прямый крестик Сразу так сжимает Нежно Или там что-то Буддийский Варабаны крутит Когда люди очень искренне молятся Когда проблемы Сразу такие Хорошие становятся Наказание Таким делает человек усмиренно Когда вы думаете Что вы сильный Но вас кто-то побил Сразу такой смиренно Послушный В основном Говорится 90% Веркали Шудры По качеству То есть качество Не то, что они все В экстаде От физического труда И от служения другим Нет Это обязанности То есть к этому их надо Что Наставить Служить другим Потому что они В неестественное положение Млечки Это когда В неестественное положение Это их обязанность Это дхарма А мы не хотим Исполнять дхарму Даже шудры Не хотим физически работать И не хотим Служить высшим сословиям Мы хотим быть инженером Поэтому Всегда говорят Вот Не кончишь институт Будешь подметать двор И Федька будет мимо проходить А ты будешь у него Подчиненным Говорили вам Сын родителям И вы сейчас Детям говорите Ага Не будешь учиться в институте И вот А Васька Будет учиться в институте И потом будет тобой командовать Таким образом У нас Даже об образовании Такое представление Как у кого У шудр Это и есть шудра Несомненно Философия шудра Поэтому мы видим Что Не так-то много людей Которые склонны Будучи богатыми Предаваться Кришне Едва ли один Едва ли один Из любопытства Уже из абсолютной Истины То это вообще Сумасшедший какой-то За истину Это сумасшедший Уже пошел В основном Все Махаджаны Поэтому Кришна говорит Из десятков тысяч Лишь единицы Стремятся к самоосознанию Из всех стремящихся К самоосознанию Лишь единицы Встают на путь Предного служения А из всех Ставших на путь Предного служения Едва ли один Сознает меня полностью Это означает По его милости Все остальные Ставшие Закараткиваются Разум Говорится Буддхи Это значит Разум Исполненный Знанием Применять Знания Надо А не применять Разум Как эмоции Протолкнуть Разум Находится В подчинении Чувствам И разум Чувствам Он говорит Ну как говорит Что делать для нас Благоприятным И разум Конечно И он говорит Вот это надо сделать Вот так тебе будет Хорошо Вот так тебе будет У нас здесь Разум Исполненный Знанием Он думает Как будет Хорошо для души А для чувств Это всегда яд Поэтому человек В знании Он аскетичен То есть Он не распускает Свои чувства В чем Он руководствуется Знанием Не руководствуется Ложным эго Он действует так Что будет благоприятным Для его души Для него значит А кто я Я душа Значит я должен Стараться учиться Действовать так Как благоприятно Для души А не как благоприятно Для тела Для моих чувств И говорится Что там Где человек Руководствуется Знанием Несомненно Он всегда Выдержит И Санджая Говорит Там где Арджуна И Кришна Там всегда Победа Просветание И все остальное И нравственность Таким образом Если мы Руководствуемся Знанием Тогда мы Побеждаем Но когда Наш разум Полностью В подчинении Наших чувств И работает на Чувства То он Дискриминирует То что Необходимо для чувств Но не то что Необходимо для души Поэтому это Довольно сложно Для эгоистичной Личности Так действовать Поэтому Всегда есть стадия Как бы Очищения Мы повторяем Харе Кришна И постепенно Очищаемся До Как вы Знаете Говорится Перед зачатием Детей Нужна Гарбхатхана Санскара Только после этого Вступают В взаимоотношения Зачатие происходит А потом происходит Что? Рождение Вот представьте Рождение Рождение Это Брамана Двиджи Получает Рождение Зачатие Это Харинамадикша Получает Семя А вот Все что до этого Это называется Гарбхатхана Санскара Подготовка К зачатию И как человек Подготовился К зачатию Так и будет Зачат Поэтому Вот мы видим Материальный Кто-то Кто не прошел Гарбхатхана Санскару И вступил В неурочное Зачатие Мы видим Кто он становится Варна Санкара Я не знаю Сейчас проведем Параллель Вот тот Кто не подготовился И что значит Внеурочное Кто понимает Что такое Внеурочное Премя Для него Почему не кажется Опять о еде Внеурочное Это значит Не тогда Когда для него Благоприятное Понимаете Не тогда Когда это ему Как урок То есть знание Принесет Человек Неурочное Это значит Вне знания Время Вне знания То есть он Поторопился Получить что-то То несомненно Он рождается Но кем Да Можете параллели проводить так Потому что такова духовная жизнь Если мы Если мы каким-то Без Гарбхатхана Самскары Что-то делаем То несомненно Гарантия на то Что мы будем нормальными Даже при получении Семени Или даже Если мы родимся Ну что Отклонение Будет Что-то еще Серьезно Поэтому Говорится Кто-то должен Брать ответственность Очень серьезно За это Подготовлены ли мы К зачатию Поэтому Харинама Дикше Может так И само рождение Оно сравнивается Что человек решил Посвятить Брамана Это значит Все У него нет Иной цели Иной жизни Кроме как Служения Кришне Есть у вас еще вопросы Какие Да Я не понял В одном комментарии Кое-что говорит Силтопад Выпоминает Жену Равни В чем-то делаем В каком комментарии К какому стиху И какую Жену Равни Какую Жену Равни И какого Равни Которого звали Равни И что она упоминалась Как плохая Или хорошая И что Разве у демонов Можут быть хорошие Вопрос в этом Вот у меня Очень хорошая жена Тоже Один предный Так не сказал Что-то там Речь Примерно Об этом же вопросе И он После лекции Да Теперь понятно Почему у вас Хорошая жена Вот как раз По этому поводу Говорилось Что у демонов Очень хорошие Жены бывают И там Про тулости Что-то речь шла А у них же муж был демоном Такого еще Такой классный Этот предный Инициированный предный Он сгрушил ту лекцию И потом ко мне Подходит И я тоже был Другой человек И он такой Подходит Теперь понятно Почему у вас Такая хорошая жена Так что Вот я тебе Так же Отвечаю Ты говоришь В чем Я не вижу В этом противоречия Что у равны Была хорошая Жена Если у меня Хорошая жена То у равны Еще лучше Должна была Я еще Такого уровня Не зашел Он был Великим Демоном А я Так Мы даже не начинаем На Д Просто Д Есть такая фирма Парфюмерная Что-то мажут Здесь Знаете ли Очень хорошо Вы все это пишете Вот здесь же люди На экспертизу Возят в Москву Мои лекции И там обращаются И там проблемы